Продолжаем чтение книги «Профета Московской Духовной Академии» Алексея Ильича «Ойспел. Путь разума в поисках истины». Мы с вами остановились на параграфе первом «Наука». Наука и религия. Разве наука не доказала, что нет Бога? Нет духовного мира, нет души, нет вечной жизни, нет райада. Оказывается, не только не доказала, но и в принципе не может этим заниматься. И вот почему. Во-первых, наука и религия просто несопоставимы, как километр и килограмм. Каждый из них занимается своей стороной жизни, человек и мира. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не опровергать одна другую. И беда, коль пироги начнёт печи. Сапожник, а сапоги точат пирожник. Во-вторых, в силу вышеуказанных причин наука никогда не сможет сказать Бога нет. Напротив, углублённое познание мира, естественно, обращает мысль человека-учёного к признанию высшего разума Бога, источником нашего бытия. И в силу этого наука всё более становится союзницей религии. Об этом свидетельствует христианское убеждение очень многих современных учёных. Не случайно один из крупнейших представителей научного атеизма Шахнович, возмущаясь религиозностью выдающихся западных учёных, писал в пылу полемики «Многие буржуазные учёные говорят о союзе науки и религии». Борн, Планк, Гейзенберг, фон Вальдзекер, Иордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии. Шахнович и Ленина «Проблемы атеизма» 1961 год, страница 185. Шахнович пишет о некоторых современных учёных, но общеизвестен факт, что подавляющее число учёных всегда стояло за этот союз. Михаилу Ломоносову принадлежат замечательные слова. Создатель дал роду человеческому две книги. Писал он «Первая. Видимый мир», «Вторая книга. Священное Писание». Обе обще удостоверяют нас не токма в бытии Божием, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевела и раздоры. Наука и религия в расприю прийти не могут. Разве кто из некоторого тщеславия и показаний своего мудрования на них вражду «Восклеплет» Ломоносов, стихотворение под редакцией Беркова, 1948 год, страница 7. Продолжение следует. Если завтра Бог позволит, будем читать дальше эту главу. Редактор субтитров А.Семкин